Это когда я 20 лет в сборной команде СССР. На рабочем посту Роза Киямова уже 42 года. Ее профессиональная карьера началась с работы в сборной СССР по спортивной гимнастике. Сегодня Роза Хамзаевна с трепетом вспоминает работу со спортсменами, прославившими нашу страну. Будучи в сборной СССР, ей посчастливилось познакомиться с Николаем Толкачевым. Он-то и пригласил массажиста во Владимир в гимнастическую школу. В профессии она с 75-го года, а с конца прошлого вынуждена вышла из строя. Злокачественная опухоль в кишечнике. Конечно, не приговор, но жизнь активного и востребованного человека после диагноза кардинально изменилась. Я пила первый курс лечения, пропила противораковые таблетки. Первый курс был очень тяжело, практически невозможно передать. Я лежала все 14 дней вот здесь и смотрела телевизор. Поднять голову нельзя, плакала постоянно. С момента операции по удалению опухоли прошло три месяца. Роза Хамзаевна не могла нарадоваться на враченко центра. Были предельно обходительны с Владимирской матерью Терезой. И все-таки переносить болезнь было тяжело. Сейчас процесс реабилитации. Врачи запретили ходить самостоятельно на дальние расстояния. В гимнастическую школу или по делам фонда тетя Роза, как она сама просит себя называть, ездят на такси. Разрешили лишь кратковременные прогулки по улице. Самочувствие превосходное. Ну, превосходное нельзя сказать. Средней тяжести, как говорят. И готовлюсь на вторую операцию. Вторая операция будет или июль, или август. А вот эти противораковые таблетки я постоянно буду пить. Еще осталось четыре курса. Порядка 30 гимнастов, занимающихся в школе, сегодня обходятся без помощи и поддержки профессионального массажиста. На протяжении всего периода болезни ее поддерживают друзья, общественные и социальные организации, власти города и области. Из числа сотрудников фонда «Сотвори добро» и «Просто неравнодушных» был собран оргкомитет, который и бросил клич по сбору средств для Владимирской благотворительницы. За несколько месяцев удалось собрать почти 400 тысяч рублей. На медикаменты и перевязочные материалы пока достаточно. Роза Хамзаевна и ее соратники благодарят всех, кто откликнулся на просьбу о помощи. Пожар, который был, вы помните, в Меленковском районе, год, когда вообще горела, можно сказать, вся центральная Россия, да, когда события случились на Украине и беженцы потоком пошли сюда и к нам приезжали. Вот, понимаете, любая беда, я вам ответственно заявляю, которая случалась в истории нашей страны и области, везде на передовом фронте была Роза. Фондом «Сотвори добро» Роза руководит уже 25 лет. Даже во время болезни она не позволяет себе забросить благотворительную деятельность. Из дома руководит всеми делами. Недавно, например, посодействовала тому, чтобы мальчику-инвалиду одной из спортивных школ России приобрели инвалидное кресло. Роза Хамзаевна уверена, что к сентябрю полностью восстановит свое здоровье. Только проводить сеансы массажа, скорее всего, ей уже придется в сидячем положении. Несмотря на это, известная Владимирская благотворительница полна оптимизма и готова продолжить работу. Светлана Барашкова, Алексей Кандалов, Телеканал «Вариант».